В Акмолинской области десятки человек стали жертвами мошенников. Они купились на объявления, в котором предлагали удобный автокредит. За малый первоначальный взнос людям обещали машины российского производства. Фирм не поверили, но в итоге после долгих месяцев ожиданий ни денег, ни техники. Для желающих приобрести машину без больших вложений, объявления об авторасрочке показались манной небесной. Доверие внушали публикации в газетах, в интернете. Внесешь 10% от стоимости машины на счет «Тимирбанк» и ждешь автомобиль. Заемщики должны были расплатиться с долгами за три года. Такой вариант покупки особенно приглянулся молодым семьям. Деньги перечислили на счет Кобы Дмитрия Александровича через «Тимирбанк». Потом, получается, нам должны были с нами созвониться в течение недели. Нам не позвонили. Мы начали в течение месяца ежедневно, сами ходили. До этого менеджера все постоянно тревожили. Она нам всегда говорила, вот документы задерживаются в Кустанайане, вот задерживаются, вот завтра придут. Я оплатил все эти квитанции, то, что они попросили, около 200 тысяч вышло в месяц. Где-то около месяца проходят. Ходим, звоним, тянут, тянут. Кредит не дают, еще что-то, проблемы какие-то. Так мы ничего не дождались. Таких обманутых в Кустанайской фирме в Кокшетал набралось десяток. Желающих получить авто на выгодных условиях было много. Организаторы даже делали отбор. Среди «счастливчиков» есть пенсионеры. Они отдали мошенникам свои пенсионные накопления. В апреле отдала 240 тысяч тенге из пенсии, чтобы купить хорошую машину. Стыдно, что так получилось. Несостоявшиеся автолюбители пошли с жалобами по инстанциям в прокуратуру, финполицию, полицию. В конце концов им сказали, что дело приостановлено, а подозреваемые в мошенничестве в розыске. Было возбуждено уголовное дело по статье 177 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». В ходе расследования уголовного дела была установлена личность. Им является гражданин Республики Казахстан 1977 года рождения. Последнее место жительства – город Кустанай. По данным правоохранительных органов, проверка ТО автора срочков «Кустанай» идет, а офис «Кокшитал» опечатан. Саулей Кусыинова, Анатолий Полян и Азат Аитов, «Кокшитал».